МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 2020 году долю альтернативных источников энергии в стране планируют довести до 3%. Сейчас этот показатель не достигает и одного. За годы независимости в республике проведены значительные меры по охране окружающей среды. В 2013 году приняли концепцию по переходу к зеленой экономике. Как не свернуть с пути и не остаться за бортом зеленой революции? Уже через несколько дней ответы на этот вопрос должны дать лауреаты Нобелевской премии, известные политики и ведущие мировые эксперты в сфере экономики, которые съедутся в Астану на ставший уже традиционном Астанинский экономический форум. Британские компании выражают особую заинтересованность инфраструктурными проектами Казахстана. Кроме того, их привлекают проекты в сфере сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. В Лондоне состоялся семинар, посвященный инвестиционным возможностям Казахстана. Об инвестиционных возможностях Казахстана на семинаре рассказала национальная компания «Казахинвест», основной деятельностью которой является привлечение инвесторов и работы с ними. С британской стороны в мероприятии приняли участие эксперты, руководители ведущих компаний и корпораций, а также представители государственных органов Соединенного Королевства. В составе казахстанской делегации – представители крупных отечественных компаний. В ходе семинара стороны обсудили различные аспекты развития инвестиционного климата Казахстана и перспективы реализации бизнес-проектов в стране. Участникам мероприятия представили подобную информацию о возможностях ведения бизнеса в Казахстане, законодательной поддержке и созданных для инвесторов конкурентных преимуществах. Местная власть и представители бизнес-сферы, в свою очередь, положительно высказываются об инвестиционном климате страны, который открывает пути для взаимовыгодного сотрудничества. Меня впечатлили предоставляемые Казахстаном возможности. Между нашими странами возможны разные виды партнерства, включая укрепление связи в такой важной сфере, как образование. Качественное высшее образование – очень важная потребность сегодня. Мы вели переговоры с посольством Казахстана, Великобритании и Министерством образования и науки Республики Казахстана о привлечении в вашу страну крупных средств на образовательные программы. В течение года поднимались несколько инициатив и очень хороших идей по развитию технического образования. Верим, что с помощью нашего финансирования их удастся реализовать. Актуальные вопросы социально-экономического развития обсудили на совещании во Дворце независимости. Главные задачи перед правительством президент обозначил еще в ежегодном послании народу и парламенту. Но ключевой тезис повторил и сегодня. Бюджет служит целям социальной политики, а предприятия должны зарабатывать сами. К тому же сейчас в экономике отсутствуют внешние вызовы и условия наиболее благоприятные, подчеркнул Александр Лукашенко. Что касается конкретных цифр, в бюджете на нынешний год была заложена стоимость баррельной нефти в 43 доллара, а сегодня фактически 73. Куда направить этот дополнительный доход, в правительстве уже определили. По одному из главных показателей работы экономики, валовому внутреннему продукту Беларусь в нынешнем году должна достигнуть 60 миллиардов долларов. Президент поставил задачу к 2025 году увеличить эту цифру до 100 миллиардов. При этом Александр Лукашенко настаивает, бюджетную политику предприятий реального сектора необходимо свести к минимуму. Как это сделать – задача правительству. У нас в законе о бюджете предусмотрено, что все доходы, связанные от получения пошлин от нефтепродуктов, должны направляться на погашение государственного долга. И в общем-то у нас появляется возможность в этом году обеспечить соотношение долговых и недолговых источников по погашению государственного долга в соотношении 50 на 50. То есть 50% недолговых источников, 50% долговых источников. Это хорошая цифра, которая в общем-то формирует предпосылки к тому, чтобы у нас долговая нагрузка по государственному долгу в стране постепенно уменьшалась. Президент Кыргызстана Сааром Байжинбеков встретился с жителями из Сыкульской области. Глава государства рассказал аграриям о стратегии экспортной ориентированности сельского хозяйства. Президент заложил капсулу и дал старт проекту реконструкции и региональной системы в селах. На создание новых орошаемых земель республика готова потратить 32 миллиона долларов. При этом ни один выращенный фермером продукт не должен пропасть, подчеркнул глава государства. Чтобы добиться такого результата, в областях будут создавать новые экспортно-ориентированные предприятия и продолжат жесткую борьбу с коррупцией. В год регионов Сааран Байжинбеков пообещал улучшить качество жизни каждого сельского жителя. Борьба с коррупцией будет продолжаться. Некоторые думают, что вот начнут и все, потом остановятся. Нет, я обещаю, будем работать. Если кто хочет руководить народом, то должен быть чистым. Если он сам в грязи, то не сможет работать и добиваться результатов. Давайте каждый начнем с себя. Мы все системы затронем, особенно те, которые тесно работают с населением. Это социальный сектор, правоохранительные органы. О развитии отношений речь сегодня пошла в Совете Республики на встрече Михаила Мясниковича с китайскими журналистами. Безвиз с КНР существенно упростит деловые и туристические связи. С такими визитами в Беларусь за год посещают около 20 тысяч граждан Китая. Первым шагом станет посписание соглашения о поездках на срок до 30 дней. Развитие получит и инвестиционное сотрудничество. Речь не о кредитах, а о совместном выпуске продукции. И не только в Белорусско-Китайском индустриальном парке. Напомним, 27 представителей ведущих китайских медиа находятся в Беларуси в пресс-туре. За несколько дней они посетили ведущие предприятия и познакомились с инвестиционным потенциалом Беларуси. Мы посетили много мест в Беларуси. Между Брестом и Китаем ходит контейнерный поезд. Я подготовлю материал о том, как более полно использовать транспортные возможности. Ниссан прекратит продажи автомобилей с дизельными двигателями в Европе. Такое решение японский производитель принял в результате ужесточения регулирования в области охраны окружающей среды в ряде стран. Последние годы и спрос на подобные автомобили здесь резко сократился. Компания, в принципе, более не намерена устанавливать дизельные двигатели на новые модели, предназначенные для европейского рынка. В ее планах сконцентрироваться на выпуске электромобилей и к 2022 году довести их в продажу до 1 миллиона в год. Данное решение уже поставило под угрозу сотни рабочих мест на крупнейшем заводе Ниссан в британском Сандерленде, где около 7 тысяч сотрудников ежегодно собирают по 500 тысяч автомобилей этой марки. За последний год продажи дизеля в Великобритании снизилось до 35%. Швейцарская компания Nestle за 7 миллиардов долларов приобрела бессрочное право на продажу по всему миру продукции американской компании Starbucks за пределами ее кофеин. Соглашение не включает право на продажу готовых к употреблению напитков Starbucks. На работу в Nestle также перейдут 500 сотрудников американской сети. В Nestle, крупнейшем в мире производителе продуктов питания, рассчитывают, что сделка позволит увеличить доходы и расширить присутствие на американском рынке. Исполнительный директор швейцарской корпорации не скрывает амбиции по созданию глобального кофейного альянса, объединив под одной крышей три основных бренда в мире кофе – Starbucks, Nescafe и Nespresso. В свою очередь, исполнительный директор Starbucks выразил надежду, что соглашение с Nestle позволит миллионам людей по всему миру попробовать кофе Starbucks. Ожидается, что сделка будет заключена к концу текущего года после одобрения надзорными органами. Акции Air France потерпели самое большое однодневное падение за 10 лет после новостей об отставке главы холдинга Жана Марка Жанаяка. В начале торгов акции концерна упали на более чем 14%, что составляет почти 50% с начала года. Стало известно, что Жанаяк подает в отставку из-за невозможности договориться с профсоюзами по вопросу ставок заработной платы персонала. Конфликт в Air France начался в прошлом году, когда профсоюзы потребовали повышения окладов на 6%. В ответ руководство компании предложило увеличение платы лишь на 1%. А в апреле этого года был выдвинут новый план, предполагающий рост окладов на 7%. В течение четырех лет и подразумевавший также выплату индивидуальных премий, этот план был вынесен на голосование сотрудников. По его результатам, проект был опровергнут 55 голосовавших при участии в отыме 80% имеющего на это право персонала. Волна забастовок уже принесла компании убытки на 300 миллиардов евро. Министр экономики Франции Брюно Лемер заявил, что государство, как самый большой акционер Air France, а это 14% акций, не намерено брать на себя выплаты по долгам компании, считая реструктуризацию фирмы обязанностью ее руководства. Он также подчеркнул, что главной задачей нового руководителя Air France станет поиск компромисса в конфликте с профсоюзами. В ином случае, по его словам, авиахолдинг может прекратить свое существование. Air France находится в уязвимом положении, как и другие авиакомпании, потому что их прибыль очень и очень мала, а подобные конфликты внутри компании приводят к потере клиентов. Но ее восстановление – процесс очень трудный. Коала Коала – один из национальных символов Австралии. Но в штате Новый Южный Уэльс этих миловидных животных стало на четверть меньше, чем 20 лет назад. Местные власти запускают новую программу по защите коал. В 2012 году коал отнесли к виду, которым угрожает вымирание. Правительство Нового Южного Уэльса планирует привлечь специалистов к защите этих сумчатых животных. Власти штата отведут 25 тысяч гектаров леса под заповедники коал. Они также откроют ветеринарную клинику и центр, где будут помогать больным и раненым животным. Кроме того, правительство выделит средства на вакцинацию коал от хламидиоза. В общей сложности на проект потратят 45 миллионов долларов. В дикой природе коалы водятся только в Австралии. В 19 веке, начале 20-м, на этих животных охотились только ради густого меха. Доверчивые коалы становились легкой добычей. И в итоге их чуть не истребили полностью. В 1927 году правительство страны запретило охоту на них. И только в середине прошлого века численность коал начала восстанавливаться. В штате осталось примерно 36 тысяч коал. Благодаря новой программе мы выделим средства для охраняемых территорий в Новом Южном Уэльсе. И будем финансировать дальнейшие исследования. Мы хотим убедиться в том, что коалы перестанут исчезать с прежней скоростью. «Скажу хорошую новость. Мы начали консультироваться с экспертами. Мы полагаемся на них и на науку. Если не запустим эту программу сейчас, то будущее коала окажется под вопросом». Решение Вашингтона о выходе из ядерной сделки по Ирану может негативно оказаться на экономике Исламской Республики. По мнению экспертов, Тикеран вновь оказался на грани глубокого кризиса. В 2016 году после заключения совместного всеобъемлющего плана действий и снятия ряда международных санкций в национальной экономике наметилось восстановление. ВВП Ирана тогда увеличилось на 12,5%. Но уже год спустя эти показатели упали до отметки в 3,5%. Основой роста стало увеличение производства и экспорта нефти и природного газа. Но уже на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерного соглашения, курс реала к доллару резко упал. В целом, за последние шесть месяцев иранская валюта на свободных торгах потеряла почти половину своей стоимости. Последние два года в стране ускоряются и темпы инфляции. В 2017 году ее уровень достиг 10,5%. В результате растет и недовольство среди населения. На фоне безработицы и высоких цен в конце декабря по стране прокатились массовые антиправительственные манифестации. Сырьевой рынок отреагировал на решение Вашингтона ростом нефтяных котировок до уровня ноября 2014 года. Трамп дал импортерам иранской нефти полгода, чтобы свернуть данную деятельность. Третий по величине производитель нефти ВОПЕК, Тегеран был освобожден от снижения производства сырья, но был обязан не превышать добычу 3,8 миллионов баррелей в сутки. Основные покупатели иранского черного золота – страны Азии, Турция и Европа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok